Еще 30 лет назад большую часть информации белорусы получали, купив свежую газету. Уже в те времена читателю предлагали массу печатных изданий. Однако медийный рынок на 100% зависел от зарубежных поставщиков бумаги для печати. Своей у нас не было. Одна тонна тогда оценивалась в 800 долларов. Бывало даже такое, что редакции не знали, смогут они выпустить очередной номер газеты или нет. В 2008-м ситуация существенно изменилась. В Шклове открылся завод газетной бумаги. Старт ему дал указ президента. Это яркий пример импортозамещения. Накануне современные предприятия посетили те, кто напрямую связан с производством, но в творческом плане. Молодые журналисты со всей Могилевской области в рамках пятого форума оценили уникальный изготовительный процесс. Ежегодно завод газетной бумаги выпускает 40 тысяч тонн своей продукции. Этого количества хватает не только для того, чтобы удовлетворить потребности белорусских печатных изданий, но и зарубежных. Сегодня газетной бумагой Шкловского завода «Основа» обеспечиваются редакции России, Украины, Польши, Чехии, а также стран Азии и Африки. На экспорт уходит аж 60%. Сам же производственный процесс здесь максимально автоматизирован. Длится 24 на 7. Чтобы получить, например, одну тонну бумаги необходимо три куба древесины. Сначала из нее удаляется кора, потом она рубится на технологическую щепу, затем поступает на переработку. Достигаем определенное качество массы, то есть стоит два последовательных рафинера, рафинер отходов, который позволяет нам доработать всю массу, которая была отсортирована, и отбеливаем ее. То есть газетная бумага должна быть, это необходимое свойство имеет, то есть белизна 60%, отбеливаем ее перекисью водорода и поступаем уже на бумагоделательную машину. Проблем с бумагой для печати сейчас нет. Вопрос скорее стоит в квалифицированных кадрах, которые и публикуются на тех самых полосах газет. Немалая часть молодых журналистов, которые и пополняют ряды акул-пера в различных изданиях, выпускники МГУ имени Кулешова, традиционно форумы проходят с участием студентов именно этого университета. Мне очень нравится, на самом деле, что я поступила именно в Могилевский в МГУ, потому что здесь маленькая группа, и с нами работают преподаватели, и активно работают, нас многому обучают. Многие думают, что если у нас специализация в печатной СМИ, значит мы сидим только на газетах. Нет, это не так. Здесь на форуме перспективные корреспонденты и знакомятся с будущими коллегами, узнают о тонкостях работы репортеров уже не со страниц учебников. И помимо тех знаний, которые они приобретают во время практики. В этом году спикерами, кроме работников печатных изданий, стали и сотрудники медиахолдинга «Бобруйское житё». Нас знают не только в Могилеве, нас знают, как сегодня оказалось и в школе. Сегодня мы, молодые специалисты, передали опыт потенциальным журналистам, которым важно и интересно знать, что происходит. Потому что газеты – это газеты, телевидение – это всегда интересно, на телевидении, радио – это всегда интересно, именно за кулисье. К слову, работа журналистов нашей редакции во время пятого форума не раз оценивалась на высоком уровне, приводилась изданиям области в пример. Кстати, уже 11 ноября именно «Бобруйск» примет молодых специалистов на своей площадке. Здесь пройдет семинар-практикум. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова